Здравствуйте! Лариса Комиссарова, президент Фонда возрождения национальных традиций Новый век. И очень хотелось бы вам сейчас представить новую рубрику, которую я буду вести. Все вы прекрасно знаете, что библиотека, которая у вас находится дома, книги, вы их можете приобрести в магазинах, вы можете это где-то в библиотеках почитать, но есть книги, которые вы нигде не достанете, которые в каких-то единичных экземплярах. Что это за книги? Вот как раз про эти книги, я бы их назвала семейные книги, я хотела бы вам немножко рассказать и представить первые книги из этой серии. Почему? Сейчас уже стало модным действительно иметь собственное в своем доме на книжной полке книги своих родных и близких. Это может быть родословные семьи, это может быть литературное произведение стихий ваших родных и близких, это могут быть фотоальбомы и так далее. И вот как раз мы и начинаем презентацию вот таких книг, которые нигде не представлены, но они имеют огромный интерес не только у родных и близких авторов этих книг, но и у журналистов, у сценаристов, и у многих историков. Первая книга, о которой, скажем, даже три книги, о которых я хотела бы сказать, это книги Владимира Анатольевича Новолодского. Удивительного человека, полковника, медицинской службы, ветерана Великой Отечественной войны. Его уже с нами нет, он ушел в 19-м году от нас, но оставил после себя вот такие три книги. «Родословные Новолодских и Кузнецовых», книга о моем отце и учеба в речном техникуме в годы войны. Он специально это написал и описал очень многое из истории не только своего рода, своей семьи, но и того края, где он жил. Первое, что мне хотелось бы, во-первых, показать его фотографию Новолодского Владимира Анатольевича. Вот это удивительный человек. А знаете, в чем еще и удивительный этот человек? Ветеран, который 80 лет освоил программу по созданию фильмов и создал около 100 документальных фильмов, в том числе о своем классе, который в 43-м году ушел на войну. И опять-таки, это фильм «Семейное достояние», хотя его можно найти в интернете. А другие фильмы нет, не все. Вы можете познакомиться. Зато в этой семье это и сохраняется. «Родословные Новолодских и Кузнецовых» — это Кичминский городок. Вот там, скорее всего, есть вот эта вот книга. И мне хотелось бы, чтобы вы обязательно тоже, если будет возможность, с этой книгой познакомились, которую он написал и издал на свои деньги. И книга о моем отце. Вот, следующая его книга. В документах и со всеми данными. Причем это действительно исследование очень серьезное и очень большое исследование вообще всей жизни у отца. Но вот эта маленькая учеба в речном техникуме в годы войны — это как раз мемориальный очерк о учебе, где он ярко рисует пребывание в Великоустикском речном техникуме, где он учился в годы Великой Отечественной войны. Это вот как раз вот эта маленькая книжечка. Это та самая правда, когда мы сейчас говорим о правде, когда сейчас происходит массовое переписывание нашей истории, а тем более история, что касается истории Великой Отечественной войны, то вот эти книги, вот все, что я вам потом буду представлять, новые книги вот этих наших авторов, это как раз и есть те документы, их реальные воспоминания, воспоминания о реальной жизни. И поверьте, это живые свидетели и свидетельства, и они могут выступать как документы в защиту нашей истории, истории России. Поэтому значение вот этих книг на сегодняшний день имеет огромное, не только значение для семьи, но я бы сказала, даже, может быть, даже политическое значение. Поверьте, это живые свидетельства вот того времени, и уже никто не сможет ее переписать, что было и как было в те годы. Так, еще вот одна книга, которую я хотела бы вам представить, это «Мои годы, мое богатство», это книга воспоминания ветерана труда, ну ее уже нет, опять-таки, в живых, Мамаева Людмила Николаевна, которая описывает не только свою жизнь, но и тех людей, с кем ей пришлось в жизни столкнуться. И удивительные истории, которые, наверное, вряд ли кто знает, даже среди журналистов и историков. Например, она работала вместе с Ольгой Веронеславной Никифоровой, с личным секретарем Алексеем Николаевичем Толстого. Она с ней дружила, и она описывает как раз судьбу этой женщины. И Ольга Веронеславовна, она поделилась своей историей, как произошло то, что Алексея Николаевича Толстого, оказывается, должны были репрессировать. И его спасло то, что он поехал к Сталину, и они поменялись трубкой, потому что Алексей Николаевич Толстой курил трубку так же, как и Сталин. Но долго длился этот разговор, потом он приехал, вернулся в Санкт-Петербург, Ленинград, и сразу после этого переехал в Москву. Эту историю Ольга Веронеславовна рассказала как раз Людмила Николаевна. Об этом она рассказывает здесь, в своей книге. Но я не встречала вот этот факт нигде, ни в каких записях, ни в каких книгах. Удивительную историю, наверное, которая даже говорит о патриотизме этого человека, о его любви к России. Я, наверное, хотела бы зачитать вот этот маленький отрывочек. И я договорился с ашкипером, что он возьмет меня на борт и довезет до Голландии. Но только завтра, иди на пристани, а отплыв от нее у сопки, тебе вышут лодку с корабля, а ты сиди и жди. И вот я просидел у сопки ночь-день, все обдумав, понял, что делаю ошибку. Человек без Родины не может быть счастливым. Но я уплыву, что я буду там делать? Дома нет, семьи нет, Родины нет. Я люблю Россию, я русский человек, хотя во мне течет и немного немецкой крови. Нет, я не смогу уехать, жить без России я не смогу. Так я вернулся в тюрьму. Вот этот удивительный случай Дмитрием Быстролетовым, который есть в этой книге. И представьте себе, сколько таких открытий может быть в ваших семейных книгах, в ваших воспоминаниях, в ваших близких. Теперь мне хотелось бы познакомить вас еще с одной книгой, которая тоже выпущена уже в этом году. Автор этой книги – Ольга Васильевна Богословская. Книга называется «Ностальгия». И она выпущена всего в 30 экземплярах. Очень небольшой тираж, но уже потребность в этой книге большая, и мы будем делать дополнительный тираж не только для знакомых, близких, но и для тех, кто с ней работал. Ольге Васильевне Богословской в этом году исполнилось 96 лет. И вот эти люди... Она никогда не печаталась нигде. Она никогда... У нее не было своих... Хотя она писала стихотворения, хотя она писала сказки. И вот ее родные решили все ее творчество, в общем-то, подарить ей на день рождения вот такой сборник. Но самое удивительное, что эта книга философская очень интересна. Интересна она как... Даже у нее сказки, даже не для детей, а для взрослых. Это философские сказки-притчи. Я не буду их зачитывать. Единственное, что... Очень надеюсь, что мы обязательно вот эту книгу попросим ее родных, чтобы они ее выложили в интернет, и чтобы вы познакомились с творчеством. Вот эта удивительная женщина. Она действительно талантливая, уникальна. И сейчас она готовит свои воспоминания, книгу воспоминаний. Ведь она ни много ни мало, как племянница Ольги Ивановны Богословской, правой руки Елизаветы Федоровны. И мы надеемся, что в следующем году мы представим ее книгу воспоминаний. Я хотела бы вас познакомить с некоторыми стихотворениями Ольги Васильевны Богословской. Пусть проходят годы, Пусть приходит старость, Пусть наступит осень и мудрая усталость, Будет реже встречи, Будут глуши речи, Будет малолюдность, Танцы конечные, Будто ехал в поезде долго и бестолку, Всю дорогу маялся на вагонной полке, Пил с соседом пиво, Песни пел фальшиво, Про себя кому-то что-то врал хвастливо, Будто бы доехал до той самой станции, До которой выдана на багаж квитанция, До которой куплен проездной билет, И назад дороги, от которой нет. Вот и остановка. Вышел на перрон, Простучал колесами дальше мой вагон. Я же здесь остался коротать те дни, Что когда-то, где-то, кем-то сочтены. Что ж, своей судьбой я не стану спорить, Примирюсь с печалью и сердечной болью, От потерь тяжелых и невосполнимых, От того, что ценности оказались мнимы, От того, что осень гонит заблуждения И по праву лекаря дарит нам прозрение, Сбросив покрывало всех прожитых лет, Обнажив бесстрастно осень и скелет. Может, без иллюзий жить не так уж страшно, Может, в жизни нашей только то и важно, Только то и ценно, что переосмыслено Ясным взором осени, Поздней и безлиственной. Вот такие удивительные стихотворения мы можем найти в книгах, которые хранят наши семейные библиотеки. И очень хотелось бы, чтобы ваши достижения, ваши творческие успехи, Вот, наверное, у каждого сейчас в доме есть вот такие вот книжки. И поверьте, и ваши близкие талантливые. Хотелось бы, чтобы о вашем таланте узнали и другие. И мы вас будем знакомить с книгами семейными из ваших семейных библиотек, в которых нету тиража большого, но которые близки всем нам. И огромное спасибо вам за внимание. И надеемся, что мы вас познакомили с удивительными книгами и с удивительными их авторами. И в следующий раз мы ждем, возможно, и ваши книги из ваших семейных библиотек, представимых для наших зрителей и зрителей канала Библиотовы. Спасибо. 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 Спасибо.